Привет, мои дорогие! Это никакая не ютубовская фонограмма, это уже весна стучится в наши форточки. Весна не за горами, птицы весело распевают, солнце светит, в общем, всё очень здорово. Итак, давным-давно собиралась, наконец-то дошли руки, видео будет коротким, но очень по существу. Итак, кто меня не знает, я Ольга Швец, я живу в городе Ангарск, мои регалии можно прочитать на первой страничке моего канала. И так, для подростков, взрослых людей, для всех, у кого есть проблемы с кожей. Пост-акне. Сегодня я расскажу, как его убрать быстро, недорого, и расскажу вам потрясающий рецепт, народный, и я думаю, что он гораздо эффективнее, чем какие-то гормональные мази, которые вам выписывают. И он работает. Итак, для того, чтобы избавиться от пост-акне, берём вот такую баночку, пульверизатор, она может быть любая. Берём три составляющие. Ромашку, чистотел и шалфей. По чайной ложечке. Ромашка идёт в пакетиках. Просто завариваете в кружку, допустим, вечером. Заварили, постояла, остудилась. Я думаю, что настаивать не надо, и не нужно делать раствор такой прям коричневого цвета. Это будет слишком, это будет слишком реально. Не надо так. Вот, таким образом, вы всё это остудили благополучно. Переливаете через, разумеется, какую-то бумажную салфетку, я это делаю, либо через марлечку процедили. Раствор, который получится, нужно израсходовать за три дня, и ни в коем случае он не должен оставаться на солнце. Это, получается, натуральная косметика, которая действует, которая работает. Наши предки пользовались этими травами, муравами долгие века. Они не из головы выдумали их полезные свойства. И девочки, и мальчики, у кого есть проблема, я могу сказать, что также эти средства усиливают регенерацию кожи. После применения вот этого именно раствора, который получается, кожа выглядит лучше и следы по стакне, они исчезают. Но я рекомендую вам, пожалуйста, не останавливайтесь до полного исчезновения. И, конечно же, разумеется, проверьте, чтобы у вас не было аллергии на хотя бы одну из составляющих. И еще очень большой такой, ну, как бы, привет и очень большое пожелание девочке, когда вы не понимаете, особенно маленькие, да, что нужно сделать. Вот не надо мне писать. У вас есть мамы, старшие сестры и наверняка там подруги, папы, братья и прочие. Чтобы узнать, как сцедить траву в баночку, вы просто спросите у них. Вот, всего хорошего, всех люблю, всех целую. Надеюсь, это видео вам полезно было. Вы сэкономите деньги, это совершенно безопасно. Но только запомните, три дня, все, потом вы завариваете новую порцию. Продолжение следует...